Это видео будет посвящено тем людям, которые работают с КТ в экзокат и экзоплан. Конкретно сегодня рассмотрим правильную последовательность загрузки сканов в экзоплан, чтобы было все в одних координатах и не тратить время на сопоставление. Ну что, давайте начнем. Я подготовил папочку, в которой у нас находятся два скана, верхняя и нижняя челюсть, и само КТ. Все мы прекрасно знаем, что у нас генерируется поверхность ужасная в экзокате или экзоплане, но есть решение. И для этого нам понадобится программа Blue Sky Plan. Blue Sky Plan очень, на самом деле, мощная программа, но она платная. Из всех каких-то модулей, которые здесь есть в этой программе, нас интересует эталонная модель. Мы выбираем импорт КТ. Здесь на рабочем столе открываем КТ и открываем zip-архив. Все у нас загружается. Не нужны какие-то особенные способности, чтобы обращаться с этой программой. Нажимаем ОК. Соглашаемся. Вот, загрузилось КТ. Снова ОК. Скипаем до тех пор, пока не загрузится важная нам информация. Так, здесь мы можем импортировать СТЛ, но СТЛ есть такая возможность сопоставлять здесь сканы с КТ, но она мне, честно говоря, не всегда нравится. Здесь можно посмотреть, какого качества КТ у нас, можно регулировать, но нам все это ничего не нужно. Нам нужно только сгенерировать. Переходим во вкладку сегментация, автоматическая сегментация челюсти. Здесь обратите внимание на галочки, которые здесь стоят. И, в принципе, все. Нужно начать автоматическую сегментацию. Я немного ускорю этот процесс, чтобы вы могли посмотреть. Ну что, вот и все. Завершилась генерация поверхности. И теперь наша задача экспортировать это. Экспорт данных. Здесь мне на самом деле не нужны нервы, не нужны зубы. Мне необходима модель верхней челюсти. Ну и на всякий случай выгрузим и нижнюю тоже. Нажимаем экспорт. И выберем ту же самую папочку на рабочем столе. Сюда мы и выгрузим наши костные структуры. Существуют файлы, могут быть перезаписаны, хотеть продолжить. Это он нам говорит о том, что, может быть, мы выгружаем уже второй или третий раз, и он перезапишет их с тем же самым названием. Мы соглашаемся. Отлично. Идем проверять. Да, у нас есть модель верхней челюсти и нижней. Исходно это, где и верх, и низ вместе. Теперь наша задача перейти в экзоплан. Давайте заполним наряд. Здесь я выберу, напишу, что это штраумы. Работу будем делать на штраумы. У нас все на четырех. Сохраняем. Проект сохранен. Теперь у нас есть папочка. Сюда мы и как раз и положим наши файлы. Нажимаем имплант плейнинг и вперед. Итак, у нас открылась программа, и она у нас первое, что самое необходимое. Нужно выбрать данный КТ. Здесь в папочке у меня есть КТ. Это zip-архив, поэтому архив открывается без проблем. В принципе, здесь абсолютно стандартные шаги. Если вы работали в экзоплане, то вообще здорово. Мы проскипываем несколько шагов, которые не важны. И вот момент. На этом моменте я предлагаю вам остановиться. Где выбрать метод сопоставления с КТ. Что делаем дальше? Мы переходим в режим эксперт. Заходим в инструменты. Добавить и удалить 3D объект. Выбираем 3D объект визуализации. Загрузить. И выбираем модель верхней челюсти. Первое, что бросается нам в глаза, все идеально. На самом деле, есть и нюансы. И программа Blue Skyplan нам выгружает костные структуры. Они в объеме чуть больше. И могут иметь небольшое смещение. Вы можете сами вручную подкорректировать это. Нажимаем ОК. Теперь выходим из режима эксперт. И вот в этот момент мы должны выбрать именно сканы для сопоставления. Выбираем сопоставление КТ по поверхности. Нажимаем Далее. Выбираем верхнюю челюсть. Все как обычно. В обычном режиме. Ставим 3 точки. Поставили 3 точки. Нажимаем Далее. И тут самый важный момент. Программа нам предлагает выбрать дополнительные подвижные части. А у нас есть одна загруженная часть. Это как раз выгруженная костная структура из Blue Skyplan. Выбираем галочка. Это подсвечивается. Отлично. Нажимаем Принять. Программа эта у нас подхватывает. Нажимаем Далее. Идет сопоставление автоматическое. Программа нам сопоставила КТ и сканы. Здесь три окна. Здесь мы можем проконтролировать моменты. Хорошо ли у нас все сопоставилось. В принципе, если мы нажмем кнопочку продолжить с корректным сопоставлением, мы соглашаемся со всем и продолжаем дальнейшую работу по постановке имплантатов. Ну что, на этом, наверное, все. Надеюсь, вам понравился ролик. Жмите пальцы, ставьте огни. Подписывайтесь на YouTube канал и подписывайтесь на Telegram канал. Там видео выходят раньше, чем на YouTube. Там я делюсь своими работами, делюсь своими инструментами. Там я и общаюсь со своим комьюнити. Так что все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok